привет друзья с вами опять я дарья поздняк мы продолжаем наш курс сегодня мы поговорим о роли деталей в интерьере и как нам наполнять наш интерьер видоизменять нашу картинку двигать предметы чтобы у нас в кадре все было выразительно я сделал легкий набросок вы можете видеть что я довольно сильно изменила нашу картинку и сейчас я буду обводить и рассказывать вам что именно я поменяла буду обводить чтобы вам было лучше видно сразу темным маркером модель сидит в той же позе что она и сидит я меня в основном предметы вокруг нее про все это вам расскажу сейчас сразу намечу модель все 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 Довольно мелкая работа получилась, у меня довольно толстый маркер, поэтому будет довольно грубо. Здесь я попробую дать какие-то складочки ткани, чтобы какую-то живость придать. Довольно мелкая работа получилась. Так, я ввожу нашу модель, сейчас я обведу, чтобы он был получше видно, но поговорим. Следите за силуэтом, помните, мы в одном уроке с вами разбирали. Чтобы силуэт был интересный. Так, модель я посадила, двигаемся к окружающим предметам. Я вначале сделала набросок карандашом. Вы помните, да, что без наброска легкого мы от куска не рисуем. А я сейчас как раз рисую от куска, потому что у меня сделан набросок, в котором я уже подвигала немножко предметы, немножко даже воспользовалась кое-где ластиком. Более-менее все разместила. И после этого только я могу. Но опять же, не забывайте, что супер детализации мы не добиваемся сейчас супер красоты. Прямо нам главное решать наши задачи. Так, вот тут еще у меня одна ванночка. Смотрите, значит, что я добавила? Чтобы модель не сидела так грустно на полу, я добавила ковер большим пятном. Дала ему бахрому по краю. Почему-то я решила, что нужна бахрома. Мы сейчас, кстати, с ней поработаем маркером. Добавила на переднем плане подушку, чтобы картинка казалась более уютной. Добавила сюда баночку. А вот эти бутылки и картины, которые стоят на подоконнике, я сместила на пол. И вообще решила подоконник и окна не показывать. Сейчас мы прорисуем с вами эти картины. Какие-то я взяла с фотографий, какие-то я придумала по аналогии и добавила. Бутылки я взяла имеющиеся, просто их подвигала немножко. Всё. 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 Бутылки. предметы не старайтесь рисовать супер ровненькими они немножко там мои папки какие-то рисунки они стоят немножко там под наклоном но супер выводить их я не буду обведу обязательно рамку кстати в процессе рисования рамка у меня сдвинулась рамка изначально мне было вот здесь но из-за того что решила что здесь и ничем наполнять экран не хочу и наоборот хочу отсюда все убрать я рамку сдвинула так вот моя сцена как получилось смотрите тут еще подушки решила им дать такие бантики что как-то более уютно тут на переднем плане добавить еще одну подушку здесь волосы не дорисовала так ну давайте теперь подумаем что какого цвета у нас будет значит что я точно знаю что я хочу закрыть вот это вот пятно за моделью вот эту стену средним тоном уже точно и кстати если вы не знаете как начать но вообще не знаете самый лучший вариант это закрыть какое-то большое пятно тоном если страшно закрывать темным тоном возьмите средний потому что как только вы его закроете сразу же часть вариантов отпадет и вам придется уже как бы решать вопрос с тем тоном который у вас есть на картинке и у вас уже начнут сразу мысли приходить что можно сделать в поддержку этому пятну так что не бойтесь так что не бойтесь закрывать в начале большой кусок наоборот это хорошо помогает для принятия решения вот смотрите теперь мне в поддержку нужно какое-то пятно вот здесь вариант у меня два либо я ковер делаю либо я пол делаю слушайте мне нравится идея с полом давайте-ка я его так и сделаю сделал пол а сковром мы потом решим так хорошо что я могу теперь сделать темным тоном точно опа интересно давайте сделаем давайте сделаем стену на заднем плане вот эту за картинами давайте ее сделаем темным это точно будет выразительно так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте-ка мы сделаем тени. Давайте мы сделаем тени. У нас пойдут... А, во-первых, мы можем сделать вот эту подушку, на которой она сидит. Тёмно. Я попробую оставить какую-то щелочку световую в этой подушке. Если она плохо получится, я её потом закрашу. Если хорошо получится, я оставлю. Так, и мы можем, наверное, действительно сделать тени от наших предметов и от модели. Куда мы будем класть тени. Если стена эта тёмная, оттуда идёт свет, то тень можно положить, в принципе, на нас. Да, давайте мы так и сделаем. От баночек тоже. От крышечек. От крышечек. От крышечек. От крышечек. Кстати, ну, ковёр, наверное, нужно сначала проработать. И вот эта подушка. Ей нужны какие-то тенюшки. Так, у нас вот тут кисточки ещё лежат. Давайте попробуем проработать ковёр. Если у нас вот эта похорома. И вот здесь, ковёрка, это картон. То есть всё её, ковёр. И вот здесь, ковёр, 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 ковёр. Так, я-мёртуб. Так, а можно попробовать, кстати, обхорону еще вот так сделать. Добавив ей среднего тона. Какие-то штучки я оставлю, и мы, кстати, с вами посмотрим в конце, как это у нас получится. Вот здесь на задний план я белые уберу, чтобы они успокоились, а здесь на переднем плане их оставлю. И теперь давайте я сделала баночки, баночки сделала средним тоном. Могу где-то этикеточки оставить беленькими. И шляпу. Шорты я не буду делать темными. Я сделаю шляпу среднего тона. Сначала я ее просто закрою, а потом темным добавлю. Наверное, вот эту полосу темным сделаю. Оставлю белую пряжечку. вот эту штучку. Хорошо. И сделаю среднего тона ботинки. подошву не буду трогать. Вот так. Хорошо. Наверное, в подушке надо добавить тоже среднего тона, но при этом оставить светлую, чтобы она не слипалась задним планом. Давайте оставим какие-то светлые. Посмотрим, если что, потом перекрасим. Да. Да. И что? У нас остались рамки на заднем плане. Сюда тоже хочется дать какого-то среднего тона часть. Ну, во-первых, можно дать здесь или паспарту закрасить рыжим, или внутрянку. Мне все-таки больше нравится вариант внутрянки. Средним тоном закроем. Здесь закроем вот эту среднюю бутылку. Так. И, наверное, закроем вот этот лист или картину. здесь, кстати, можно какие-то тени пустить. Так. И смотрите, чтобы у нас вот эта вот рама не лезла на передний план, давайте мы ее поштрихуем. и эту тоже. Вот. Они немножко у нас пригасились. уже можно поштриховать вот здесь внутряночку. И одну бутылочку. Так. Хорошо. В принципе, меня все устраивает. осталось решить вопрос вот с этой подушкой. Что-то здесь не так. Делать ее темной? Наверное, придется делать ее темной. И давайте я ей дам большой силуэт. Давайте я в ней оставлю какие-то штучки светленькие. как уголочки, какие-то складочки, чтобы ее немножко освежить. sehr. так. Вот здесь. Вот здесь. в принципе не так так и со шляпой со шляпой вот здесь я хотела добавить вот такая степень детализации в принципе достаточно но также вы можете взять более тонкий маркер или линер и более подробно поработать детали которые мы здесь не можем поработать из-за того что у нас очень толстая толстая линия образуется и растекается немного усилить передний план под кисточек тоже лежит тень широковат конечно мой маркер для таких деталей вот 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 а теперь давайте добавим немножко мелкого модуля в какие-то места и попробуем завершить наш наброски я взяла линера вот у меня 0 5 миллиметров вы можете брать толще тоньше в зависимости от того как у вас какие линии у вас образованы маркером порабатывать весь набросок я не буду тонкой линией я поработаю только его в тех местах где мне нужно выделить главное например таки в этом наброске у меня главное это модель и может быть вот передний план помните что мы не обводим все одной линией мы как бы заново рисуем где-то мы линии повторяем где-то мы добавляем новых то есть мы не занимаемся просто обвести так и теперь можно поштриховать кстати более тонким позволить себе поштрих на а Если у нас есть какие-то детали, мы их выделяем. Здесь можно проявить толщинку полей шляпы с этой стороны, с теневой. А вот здесь можно еще и поштриховать. Так, и я начну проработку здесь вот на переднем плане, чтобы не углубиться, не полезть вглубь. То есть мне нужно выделить модель и вот сюда передний план. Спасибо. Могу вот поштриховать немножко тень, опять же. Вот так. Вот так. Но я специально вам показываю вот такую деталировку только на последних уроках. Потому что если вы изначально начнете вот так сильно детализировать, не разложив главное, не разложив задний план, передний план, средний план, не сделав рамку, не проработав набросок от легкой линии к уже завершающей более плотной линии, то у вас будет очень много ошибок, вы не сможете их никак исправить. То есть вот эти вот мелкая деталировка, ее можно делать только уже в конце. Когда вы сделали весь набросок, поработали с композицией, поработали с пространством, разложили уже крупные массы. То есть нельзя переходить к деталировке, пока у вас не готовы крупные массы. Сейчас уже вы в такой стадии находитесь, что вам уже можно и нужно заканчивать и финализировать ваши наброски. То есть вот вы делаете все, что мы делали на прошлых уроках, а потом вы берете и доделываете свой набросок мелким модулям. Прорабатываете вкусненькие деталечки, прорисовываете. Здесь уже можете кайфануть. И это уже тоже очень важно. Как вы будете эти детали прорабатывать, пробовать. Но здесь я уже за вас не волнуюсь. У вас уже большой опыт. В этом домашнем задании вы рисуете 10 набросков, и вам нужно их в конце завершить мелким модулем. Поштриховать, вывести то, что вы решили в этом наброске сделать главным. Именно эти детали вы усиливаете. Все усиливаете. Все усиливать не нужно. Так, ну давайте немножко на переднем плане попробуем сделать ковер. Не делайте много одинаковых линий. Делайте их на расстоянии, как-то ритмично расположенными. Делайте их разными. Иначе будет скучно. И на переднем плане поактивней. На заднем плане поспокойней. Видите, я на задний план не лезу. Ничего там не делаем. Давайте еще вот эту подушку выделим, а то маркер высох, и они там все слиплись. Выделим вот эту. Кстати, тут можно поштриховать вот эти, которыми мы белыми оставили. Их можно теперь поштриховать. Вообще всю подушку можно поштриховать. Отлично. Так, и вот эту нижнюю подушку я прорисую. Так, поактивней, чтобы ее было лучше видно. Сделаю ей высоту, высоту подушки. Да, замечательно. И немножечко от модели как бы дам тень. И вот от этой подушки тоже нужно дать тень. И вот эту подушку я мог вернуть. И вот эту подушку я подушку. И вот их вот это. И я не могу сделать. Наедушку я передушку. Так, и вот эта подушку. И вот это. на этом все ваше домашнее задание вы рисуете модель в среде 10 набросков или более раскладывайте на 3 тона и в конце прорабатываете детали более мелким модулем то есть смотрите у нас с вами есть крупный модуль когда мы широкой стороной маркера рисовали у нас есть средний модуль когда мы рисовали узкой стороной маркера и у нас есть мелкий модуль это линия а с вами была дарья поздняк и до новых встреч